Пора перейти к чему-то посложнее. Вопрос от Элона Маска. Вы стоите где-то на поверхности земли. Пройдя километр на юг, километр на запад и километр на север, вы возвращаетесь на то же место. Где это место? Отличное задание. Я его впервые получил на кружке в 1985 году. Как тебе такое, Элон Маск? Да, значит, и так. Вот земной шар. Ну, первое место угадывается сразу, это Северный полюс. Но это еще не все. Это не все решения. Значит, теперь давай подумаем о других решениях. Во-первых, давай отметим зону, где вообще нельзя исполнить условия задачи. Где? Это на Южном полюсе. Ну да, или в окрестности шапочки 100-километровой от него. В любой точке здесь просто нельзя пройти 100 километров на юг, потому что... Юга больше не будет. Юга больше не будет, да. Посмотрим, как бы, зону, да, вне Северного полюса и вне вот этой шапки. Что в ней происходит? Если ты идешь там на юг в этой зоне, да, 100 километров, если это возможно, в принципе, сделать, да. И теперь, если ты после 100 километров на запад, если ты не попал в исходную точку, то очевидно, что движение 100 километров после этого на Север не приведет сюда, потому что это просто разные меридианы будут. Решение в этом случае возможно только тогда, когда после прохода 100 километров на запад ты пришел ровно в ту же точку, из которой начал обход 100 километров на запад. Обязательное условие, необходимое условие, но оно же и достаточное, состоит в том, что при путешествии 100 километров на юг дальнейший обход на запад вернет тебя в исходную точку, в котором ты обход на запад начал. А следовательно, это происходит тогда и только тогда, когда длина окружности широты, вот эта, длина широты всей целой делительной числа 100 километров. Ну, например, если ты… Ну, или в нашей задаче километр, мы взяли один километр. Значит, соответственно, первый вариант стоит в том, что она просто в точности равна, вот, ну, сколько, в нашем случае один километр, да, везде нули. Нули везде стираем, да. Вот, значит, либо это просто однокилометровая окружность, то есть радиус, ну, вот от южного полюса, южный полюс нужно отступить там чуть меньше, чем на 200 метров. Вот, и тогда, если ты и потом, значит, на километр уйти, вот в любой, в любой точке окружности широты, которая находится на расстоянии 1 плюс 1 делить на 2π, это условие соблюдается в любой точке. То, что ты идешь сюда, просто раз и дальше, но это еще не все решения, потому что ты же можешь эту окружность описать дважды. И тогда ты вернешься тоже в исходную точку, то есть также годится 1 плюс 1 на 4π, 1 плюс 1 на 6π, и вообще окончательный ответ такой. 1 плюс 1 делить на 2πn километров, где n любое натуральное число, 1, 2, 3 и так далее. Это окончательный, полный, исчерпывающий ответ на задачу. Интересно, получается, что Элон Маск, видимо, занимался в детстве по советским книгам, по математике. Весьма вероятно, на самом деле абсолютно все занимались по советским книгам. Самое главное задание, которое имел Вашингтон в 1985-1986 году, это непременно полностью уничтожить эту величайшую систему образования, которую когда-либо знал мир. Но все-таки не удалось, не удалось, не удалось. Мы вначале начали радостно им помогать, а потом вдруг встрепенулись и появились богатыри, как обычно на Руси. Богатыри. И начали разворачивать ход истории назад.